Вот на. Берем правую руку и перемешаем в левую. И обратно. Ничего себе. Делаем маленький баланс. Так. Оп. Подставляем. Оп. Поднимаем вверх. Это смертельный номер. Поднимаем вверх. Секунду. Так, раз, два. Отпускаем вверх. Отпускаем вверх. И аплодируем. Для того, чтобы обладать этим видом искусства, не нужно каких-либо специальных помещений. Сойдет и гараж. Главное, чтобы были тренировочные предметы. Бутылки, шейкера и желания. На первый взгляд кажется, что очень просто. Но на самом деле это не так. И я думаю, что вы в этом убедились уже. Спасибо. Флейринг, как искусство, зародилось в далеком 19 веке. Когда трюки были проще, без бросков и перекатываний. Бармен, для того, чтобы привлечь гостей, просто переливал горящие напитки из стакана в стакан. Дальше флейринг начал эволюционировать уже в следующую стадию, когда уже начали практиковать бармены в броски бутылок, шейкеров, стаканов. В наше время этот вид шоу стал достаточно самостоятельным. По нему начали проводиться различные чемпионаты, как одиночные, так и командные. Со временем это все перерастает в узкошко. Здесь важна выдержка и концентрация. Нет определенного времени, за которое можно обучиться жонглированию. Все зависит от упорства человека и его навыков. Многие уже оценили по достоинству шоу такого типа. Оно вызывает неподдельный восторг и эффект вау как у молодого, так и у взрослого зрителя. В итоге, овладев такими навыками, вам не обязательно становиться барменом. Вы можете успешно удивлять и радовать своих родных и близких на праздники. Тем более, что скоро новогодние. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня.